В эфире новости. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Охрана госграницы усиливается. Парламент принял решение о создании специальной комиссии. Увидеть своими глазами первый в истории тур абхазских журналистов на Ингургез. Решение о близком. После оценки технического состояния столичного здания Совмина станет ясно сносить или восстанавливать. Вопросами охраны государственной границы Абхазии будет заниматься специальная комиссия. Соответствующее постановление приняли депутаты республиканского парламента. Кроме того, на заседании было утверждено и постановление, согласно которому контрольной палате поручается провести проверку целевого использования средств, выделенных из республиканского бюджета на автоматизированную систему выпуска паспортов. Об этих и других решениях парламентария в репортаже Анастасии Никоновой. Последнее в рамках осенней сессии заседание Народного собрания началось с решения кадровых вопросов. На должность суди Сухумского городского суда одобрена кандидатура Бейлы Хасая. На должность суди Верховного суда – кандидатура Ады Касланзе. А Дмитрий Гагуля избран парламентариями судьей Верховного суда Абхазии. На повестке дня перед народными избранниками стоял вопрос и об освобождении должности заместителя генерального прокурора Амяни Логуа. Решение об уходе было принято по собственному желанию, сказал парламентариям сам Логуа. Но у народных избранников возникли возражения в связи с таким решением Амяни Логуа. По мнению некоторых депутатов, столь компетентный специалист не должен оставлять такой ответственный пост. Судя по всему, происходит нечто, что вынуждает вас уходить по собственному желанию. Я с тобой порогу, как не согласен, потому что ничего дискредитировано, что это все там вас, я не знаю. Вы бросите, что вы говорите, что уходите на пенсию, но при этом я не вижу оснований для того, чтобы удовлетворять. Скорее всего, есть какая-то причина, которая будет здесь лучше, которую я не знаю, которая будет, судя по всему, разбираться. Об отсутствии противоречий в совместной работе с Амяни Логуа заявил генеральный прокурор республики Алексей Ломия, подчеркнув, что заявление об уходе его заместитель написал по собственному желанию. Хочу еще раз подчеркнуть, что никаких внутренних противоречий у меня с ним не было. Это его сугубо личное решение. Если у нас и были какие-то там между собой какие-то вопросы, но они были рабочего характера, внутриведомственного характера. И то решение, которое он принял, это он принял сам. То есть никакого, скажем так, поддавливания его к этому моменту со стороны, с моей стороны и со стороны коллектива, естественно, не было. Выслушав все аргументы за и против, парламентарий провели тайное голосование. В результате 14 депутатов проголосовали за освобождение Амяни Логуа от должности. 14 против, двое воздержались. В итоге заявление зампрокурора об уходе не было удовлетворено. Далее депутаты приняли постановление о создании комиссии по вопросам охраны государственной границы нашей страны. Поводом тому послужил инцидент, произошедший в Гагре 2 февраля, когда гражданин Грузии незаконно пересек государственную границу на реке Энгур с целью убить жителя Абхазии. Убийство не произошло, но гражданин нашей республики, который еще и является ветераном Отечественной войны народа Абхазии, получил два ножевых ранения в область сердца. Мы неоднократно в наш парламент приглашали председателя государственной службы безопасности, неоднократно имели беседы и рабочие, и комитетские, и так далее. Но и в связи с этим, случившимся и в комплексе всего этого, мы создали парламентскую комиссию по проверке охраны государственной границы нашей республики. На сессии Народного собрания депутат Алмаз Джапу инициировал постановление, в котором контрольной палате поручается провести проверку целевого использования средств, выделенных из республиканского бюджета на автоматизированную систему выпуска паспортов. Мы хотели в том числе и в рамках этого плотного недоверия провести комплексную проверку деятельности вокруг этого вопроса паспортизации. Я предлагаю вашему вниманию проект постановления о поручении, я даже читаю. Я думаю, что нам это нужно для того, чтобы мы более предметно могли разговаривать уже после выхода на работу. После того, как мы пригласим наших коллег сюда и будем разбираться с этой ситуацией, проверка контрольной палаты нам поможет более детально углубиться в процессе, понять вообще, как происходил процесс. Выше указанное постановление было принято единогласно. Результаты проверки контрольной палаты должны быть представлены в парламент до 1 марта. В ходе заседания депутат Леонид Чамагуа предложил внести изменения в закон о персональных пенсиях. Дело в том, что после смерти персонального пенсионера, готовыми являются в основном инвалиды первой группы Республики Абхазии, получившие увечья в боевых действиях в период Отечественной войны народа Абхазии, и вообще устанавливается отдельная пенсия в размере 10 тысяч рублей. И людям, занятым уходом за этим персональным пенсионером, устанавливается тоже денежное, если можно сказать, вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Однако после смерти персонального пенсионера устанавливается сумма в размере 50% от его пенсии, то есть в размере 50 тысяч рублей. К сожалению, это вносит некоторый дисбаланс в существующее пенсионное обеспечение. На мой взгляд, это связано с тем, что пенсии за умершего инвалида второй и третьей группы, или первой группы, но не персонального пенсионера, устанавливаются в размере 500 рублей. В результате у нас сегодня получается, что долг персональных пенсионеров, члены их семьи, получают меньше, чем те категории пенсионеров. А так как у нас пенсионное обеспечение одновременно не поднимает пенсии всем категориям пенсионеров, что связано с нашим экономическим положением, мы периодически, когда поднимаем пенсию то одной категории, то другой, может оказаться, что в последующем соотношение это будет еще более не в пользу семей персональных пенсионеров. Леонид Чамагуа уточнил, что получателями этого вида пенсии в стране являются 22 человека. Таким образом, годовая сумма финансирования будет около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Я разговаривал с председателем пенсионного фонда. Нагрузка эта пассивная. Думаю, стоит восстановить и социальную справедливость, потому что люди, уходящие за персональным пенсионером, они не имели возможности все эти годы трудоустроиться, заниматься собственными вопросами, расти там и как профессионалы в каких-то областях, поэтому считаю, возможно поддержать эту законопроект. Депутаты единогласно поддержали данную инициативу. Леонид Чамагуа также предложил внести изменения в закон о резерве вооруженных сил республики. Выслушав докладчика, парламентарии единогласно поддержали изложенные изменения. Как было сказано выше, это было последнее в рамках осенней сессии заседания Народного собрания. К своим полномочиям депутаты приступят 1 марта. Анастасия Никонова, Эдуард Ракелян, Абазатова. Кроме того, на последнем перед отпуском заседании парламента депутата снова внесли изменения в закон об НДС, согласно которым перечень товаров, ввозимых на территорию нашей страны, освобождаемых от взымания налога, должен утверждаться Народным собранием по представлению Кабинета министров. Сразу по окончании парламентского заседания спикер Валерий Баганба провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о наиболее значимых законах, принятых депутатами в 2015 году. В этот перечень вошли конституционные изменения в главу о самоуправлении и поправки об управлении в административно-территориальных единицах, законы об особо охраняемых природных территориях, о правовом положении иностранных граждан, о въезде и выезде из Республики Абхазия. Журналисты поинтересовались у спикера и судьбой законопроекта об обороте недвижимости в республике, на что Валерий Баганба отметил, что это вопрос слишком серьезный, чтобы его принимать в торопях. На ближайшее время не запланировано заседание профильного комитета, на котором рассматривался бы этот законопроект. В тот период, который прошел, за период осенней сессии, с сентября месяца, если по количеству считать, принято все четыре закона, я бы не хотел бы количество говорить, я бы хотел бы выделить наиболее серьезные, сложные законы, которые нам и были приняты за этот период. Конечно, самое главное – это изменения, конституционные изменения шестой главы, то есть это главы местного самоуправления, это самое главное, и вытекающий из него, естественно, к сожалению, не весь закон, а поправки к закону об управлении в административных территориальных единицах. Это самое главное, что мы успели за эту осеннюю сессию сделать. Закон о здравоохранении, вы знаете, какое оно значение имеет для нас всех, он принят в окончательном чтении, в окончательном чтении принято сегодня, вот мы говорили там об особо охраняемых природных территориях, я надеюсь, что начало действия этого закона даст возможность проводить вот такие споры, такие диспуты, есть там четко определенные права и обязанности и граждан, и организации. Я думаю, что очень важны мы законы приняли, еще два закона, которые говорят о правовом положении иностранных граждан, лиц безгражданства на территории Республики Абхазия, а въезде-въезде в Республику Абхазия. Эти законы очень долго, начиная, по-моему, с третьего созыва, разрабатывались, разрабатывались, приняли мы только вот в эту осеннюю сессию, я считаю, что это тоже очень необходимые законы, их, конечно, сложно выполнять, там есть даже и такие статьи, которые вступают в действие с 1 января 2018 года, если вчера, я не знаю, кто пресс-конференцию проводили этих миграционщиков, но, может, неправильно немножко они разъяснили, речь идет о миграционной карте для всех, кто заезжает на территорию Республики Абхазия, а вы понимаете, что у нас летом творится, и сделать это сегодня, это означает, что создать сослон практически тем отдыхающим, которые едут в нашу страну, поэтому мы решение вот этой статьи определили на 1 января 2018 года с тем, чтобы до этого были решены все технические задачи. Сегодня, слава богу, есть технические средства, которые позволяют быстро проводить любой паспортный досмотр. В Министерстве экономики состоялось первое заседание комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров подряда по выполнению работ, по ремонту, реконструкции и новому строительству в рамках реализации инвест-программы. Комиссия одобрила пять объектов, они выставлены на конкурс, который стартует в четверг 11 февраля и продлится до 25 февраля. Все желающие могут подать заявку в Министерстве экономики Республики. В 2016 году на конкурсной основе будет реконструировано 188 объектов, попадающих под российское финансирование в рамках содействия социально-экономическому развитию Абхазии. 109 из них – это многоквартирные дома, нуждающиеся в достройке, реконструкции либо ремонте. Заместитель министра, одновременно являющийся председателем конкурсной комиссии, озвучил сумму предстоящего финансирования. Общая сумма государственного заказа составит 4 миллиарда 767 миллионов 500 тысяч рублей. Внедрение конкурсной системы способствует равноправию подрядчиков, которые будут осуществлять работы. Ведь заявку может подать любая организация. Кроме того, сама система будет бальной. Критерий отбора, в первую очередь, будет основан на бальной системе. Пакеты документов у всех есть. Это говорит о том, что никто не сможет влиять на принятие решений. Все в руках самих соискателей на получение государственного заказа. Документы необходимо подавать в Министерство экономики в закрытых конвертах. Существует еще ряд критериев, с которыми можно ознакомиться на сайте Министерства. Кроме того, принимать участие в конкурсе могут только абхазские резиденты. В конкурсе имеют право участвовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие лицензии на строительные виды работ. Только юридические лица, зарегистрированные в Республике Абхаз. То есть имеющие право производства этих работ? Да, лицензия все есть. И резиденты абхазские все должны. У соискателя помимо вышеперечисленного не должно быть никаких задолженностей перед государством. Важно и наличие собственной материальной базы. Потому что аванс будет всего лишь 30%. До полного окончания? Да, и какую-то базу свою. То есть полная оплата после приема в эксплуатацию уже завершенных работ, так понимаю? Оплата будет производиться поэтапно. Каждый объект разбит на этапы. На заседании экстренной комиссии утвердили пять объектов, которые должны быть реконструированы в ближайшее время. Этот перечень опубликован на официальном сайте Министерства экономики. Уже в четверг можно будет подать заявку на ремонт в министерство, которое будет принимать документы до 25 февраля. Журналисты Абхазии впервые побывали на арочной плотине Нгургес. Интерес СМИ к плотине был вызван верными отключениями. Введенными на территории республики 25 января текущего года. Как известно, основной причиной ограничительных мер энергетики называют низкий уровень воды в Джуварском водохранилище. Полтора часа до границы по реке Ингур. Еще час езды по территории Грузии. И группа абхазских журналистов езжает на режимный объект. Арочную плотину Нгургес. Нас встречает генеральный директор Ливан Мебони и технические сотрудники гидроэлектростанции. Почти все эти люди работают здесь с момента заложения фундамента Ингургеса. А было это аж в 60-х годах прошлого столетия. Эти кадры из архива журналиста Руслана Хашик, сняты им в конце 90-х годов. Ингургес – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположенная вблизи города Джвари. Генераторы ГЭС с поставленной мощностью 1300 мегавольт, расположены на территории Абхазии. Арочная плотина на грузинской стороне. 40% выработанного электричества получает Абхазия, 60% – Грузия. Любая ГЭС использует энергию воды. Соответственно, работа гидроэлектростанции напрямую зависит от сезонных колебаний уровня поступающей воды. Максимальный уровень воды в Джуварском водохранилище – 510 метров. Аварийная отметка начинается от 440. Сейчас водохранилище вмещает в себя 438 метров. Есть еще и такой нюанс. Чем меньше воды в водохранилище, тем быстрее она уходит. Вот так выглядит плотина полной воды. А вот какая она сегодня. Как рассказывает Гея Хуго, технический директор Ингургес, за эту зиму уже израсходовано 72 метра воды. Мы сработали уже в течение зимы, сработали около 72 метра. И у нас еще остается 18 метров на февраль, так сказать. Этот уровень хватит до конца февраля. Исходя из сегодняшнего потребления Абхазии, мы точно посчитали, что 1 марта уровень снизится до отметки 420. Это уровень от моря считается. После чего работа турбин запрещается. Гея Хугуа поясняет, на одной турбине можно работать при низких скоростях. Так можно дожить до начала паводков. Гея Хугуа поясняет, что турбины совсем встанут. Там можно работать на одной турбине, одна турбина может крутиться на низких нагрузках. Дело в том, что приток же есть, река Ингургес имеет какой-то приток. Постоянно прибивает вода. Вот примерно какой будет приток, нам придется работать до начала паводка на этом притоке. Идет, обустим, 30 кубов. Мы будем использовать 30 кубов. Это примерно 90 мегаватт, 100 мегаватт. Сколько будет приток, от этого зависит наша нагрузка за февраль. А потом посмотрим, как начнется паводок. Будем, если оптимистически посмотреть, она может начаться в середине марта. Но это при самом оптимистичном раскладе. А на деле, конечно, паводки могут начаться и к середине апреля. В таком случае ситуация вырисовывается не из легких. Зимний энергетический сезон начинается в ноябре и длится до конца марта. В этот период мы потребляем 1 миллиард киловатт-часов. А Ингургес может произвести лишь 800 миллионов киловатт-часов. На вопрос журналистов, а откуда брать остальное, технический директор гидроэлектростанции дает однозначный ответ. Остальное придется покупать, я думаю. Грузия, например, постоянно покупает из России. Вот всю зиму мы покупаем. Наш специальный репортаж Ингургес смотрите сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем. Столичный водоканал информирует жителей Сухума о том, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на головных сооружениях насосной станции номер 2 в четверг 11 февраля с нуля до 9 часов утра будет прекращена подача питьевой воды в центральной части города, в районе Виема, в Нагорной части города, в Старом поселке, на Маяке и в Личкопе. Уже в ближайшее время может решиться судьба здания бывшего совмина в столице. Для этого в Сухуме побывали российские специалисты, которым предстоит оценить техническое состояние сгоревшего во время Отечественной войны комплекса. Однако поверхностного осмотра, столь серьезного по величине и масштабности объекта, оказалось недостаточно. В ближайшее время будет проведена экспертиза с использованием специализированного оборудования. И уже по ее результатам можно будет судить о дальнейшей судьбе объекта, который имеет большую историю. Репортаж Амелия Сатурян. С какой бы высокой точки не смотреть на нашу солнечную столицу, в глаза неизменно бросается масштабный комплекс здания Совета министров. Многие говорят, что это центральное сооружение совершенно не вписывается в нашу архитектуру. Другие отмечают, что из-за этой махины плохо просматривается вид на ближайшие горы. Но все жители Сухума сходятся во мнении, что здание необходимо привести в надлежащий вид, ведь оно уже более 20 лет портит облик столицы. Вообще Совмин это всегда является символом власти, символом государства и олицетворения сил и мощи. А если оно еще восстанавливается, то это значит возрождение самого государства. Это первая основа, я считаю. Для нашего города она, наверное, необходима. Вот так она стоит в безобразном виде, я так думаю. Мне хотелось бы, чтобы это было красиво в городе, и площадь там все всегда бывают, и приезжие, и мы тоже. Однако не все горожане знают, каким задумывался облик здания Совета министров изначально. Строительство Дворца правительства началось еще в середине 30-х годов прошлого столетия. Руководили масштабными работами известные в Советском Союзе проектировщики Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх. Ими же было спроектировано здание гостиницы Рица. К концу 30-х годов уже были выстроены и отделаны два боковых корпуса, и в них должны были разместиться различные министерства и ведомства. Шла оживленная работа по заливке фундамента центрального здания, которое должно было стать семиэтажным и представлять собой полукруглую конструкцию. Объект в духе закавказской архитектуры планировалось возвести в короткие сроки. Однако в связи с началом Второй мировой войны было резко сокращено его финансирование. В 1938 году ввели в строй вот эти два корпуса, а этот не успели. В 1941 году началась война, там уже были забиты сваи, мощные сваи были забиты, и они собирались это строить. Началась война, и уже было не до этого, и на этом прекратилось. После окончания Великой Отечественной войны долгое время строительство не размораживали, и здесь оставались стоять лишь трехэтажные боковые сооружения. В конце 70-х, начало 80-х годов опять поручили мастерской Щуко, но уже их, они уже были, они уже ушли из жизни. И сын Щуко запроектировали вот такое вот здание, уже прямоугольное, где-то к началу уже 90-х годов, по-моему, 87-го, до перестройки, по-моему, уже построили это здание. Как сегодня рассказывают инженеры, вторичное проектирование здания Совета Министров проходило закрыто, и мнение общественности, который бы наверняка не по вкусу пришелся на столько высокий центральный комплекс Дворца Правительства, не учитывалось. Первоначальная задумка архитекторов, она была более приемлема для нашей архитектуры, для города Сухум, так как весь этот объект, объем больше вписывался в тот ландшафтный дизайн, в окружающую среду этого здания, с учетом площади и так далее. Ну, 12-этажное здание, это было, принято, уже более поздний период, особо население тогда не спрашивали, как строить, что строить. На судьбе комплекса сильно отразилось начало двух войн. Великой Отечественной, когда строительство заморозили, и Отечественной войны народа Абхазии, когда здание попросту было сожжено. Сегодня планируется его полная реконструкция, но прежде чем начинать строительные работы, необходимо провести серьезную экспертизу. Мы пригласили специалистов, крупных специалистов из России, приехали сами руководители, посмотрели, встречались с нашим руководством, с министерством экономики, с министром экономики, обсуждали все эти вопросы. И они в ближайшее время пришлют сюда специалистов для детального, лабораторного и даже ультразвукового обследования тех узлов, которые могут вызвать, на первый взгляд, какие-то, ну, первые повреждения, первые нарушения могут произойти там. В случае, если экспертиза определит пригодность здания, то первым этапом строительных работ станет усиление сейсмоустойчивости конструкции, так как со времен проектировки требования безопасности изменились. Подобным высотным зданиям сегодня необходимо выдерживать девятибальную амплитуду землетрясения. Амелия Сатурян, Торни Камич, Басасры Куагуха, Абаза ТВ. Валерия Кварчия прошла в музей боевой славы столицы. В адрес виновника торжества звучало много теплых слов. Валерий Еремеевич уже является кавалером Ордена Айзапша Третьей степени. А в свой 70-летний юбилей получил из рук президента страны более высокую награду – Орден Айзапша Второй степени. 10 февраля 1837 года не стало великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот памятный день в Сухуме к памятнику поэта пришли учащиеся и руководство Второй столичной школы, носящей имя Пушкина, а также представители Россотрудничества, посольства России в Абхазии, Дома Москвы в Сухуме, других общественных организаций. Все они собрались, чтобы возложить к мемориалу свежие цветы и почтить память Александра Пушкина. Это день достаточно скорбный, это день памяти Пушкина. 10 февраля 1837 года Пушкина не стало. И сегодня все те, кто любит русскую поэзию, кто чтит имя Пушкина, решили отметить этот день, подойдя к памятнику Пушкина, который расположен в Сухуме на улице Пушкина. В этом мероприятии принимают участие представители общественности, молодежь, естественно, школьники Второй школы имени Пушкина, за что мы им очень благодарны, потому что каждый год и 10 февраля, и 6 июня эта школа всегда отмечает день и памяти, и день рождения Пушкина. Когда я погибал безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, когда кинжал измены хладный, когда любви тяжелый сон меня терзали и мертвили, я близ тебя еще спокойство находил. Накануне в культурном центре «Склад» открылась выставка швейцарских художников «Игры на свежем воздухе». С этого дня и по 20 февраля абхазский зритель сможет приобщиться к современному искусству, представленному в различных формах и стилях. Данная выставка – результат сотрудничества швейцарского фонда «Артас Фондейшн» с кураторами культурного центра «Склада Сидайбудба» и Татьяна Иргуновой. Репортаж Надежды Боровиковой. Выставка «Игры на свежем воздухе», как и подобает современному искусству, больше вызывает вопросы, нежели дает ответы. Настолько, что объяснить в двух словах, о чем выставка, практически невозможно. Такие разные арт-объекты представили семеро художников из Швейцарии. Здесь представлены разные работы, то есть в основном это, конечно, визуальный ряд, но они выполнены все в разных жанрах. Здесь есть видеоинсталляции, здесь есть просто комнаты с видео, есть скульптуры, есть даже одна игра, которая здесь будет такой тоже инсталляцией. Мы хотели максимально какие-то непривычные для местного зрителя выставить объекты и таким образом сделать какое-то что-то новое, что-то, что могло удивить людей. Биат Липерт презентовал на выставке инсталляцию из ковров, которая служит площадкой для игры в петанг – традиционную французскую игру на свежем воздухе. Суть игры в том, что участники по очереди бросают крупные металлические шарики, пытаясь добросить их до маленького красного шара. Побеждает тот, чей шарик остановится максимально близко к красному. Эта игра будет как воркшоп, не только сама как игра. Это будет в течение трех дней, завтра, послезавтра, еще через два дня, вечером три человека могут играть в эту игру. А мне неинтересна сама игра, а мне интересно, как это происходит. И больше всего мне интересны физические реакции участников на то, выигрывают ли они или проигрывают, или какие у них эмоции. Игры на свежем воздухе состоялись в Абхазии во многом благодаря швейцарскому фонду Artes Foundation. Директор фонда Дагма Райхерт, обращаясь к гостям, отметила, что отсутствие стабильности в мире одинаково ощущается как в Швейцарии, так и в Абхазии. И именно искусство может помочь преодолеть трудности, посмотреть на мир иными глазами. В подарок Сухумскому музыкальному училищу от швейцарских музыкантов Дагма Райхерт преподнесла кларнет. Выставка нашла положительный отклик среди посетителей. Многие с одобрением отметили новый подход к организации арт-пространства, эмоциональную и смысловую наполненность инсталляций, а также необходимость проведения подобных мероприятий в нашей стране. Я в первую очередь доволен тому, что такие выставки у нас в Абхазии, в Сухуме открываются. А нашему обществу они крайне необходимы. Это можно понять просто потому, какое количество людей приходит. И насколько я знаю, когда только открывалось это пространство, была идея организовать одну или две выставки. А сейчас уже ни одно мероприятие здесь организовано. И это говорит о том, как необходимо нашему обществу такое пространство и такие выставки. Были среди гостей и те, кто предпочли бы предаваться созерцанию и размышлению уединенно, без посторонних глаз. Выставка очень интересная, но нужно расшифровать. То есть у меня, я-то находился здесь какое-то время, но у меня просто времени не было окунуться в размышления. Я думаю, что я это сделаю завтра. Это вообще такой жанр, он в принципе предполагает какой-то покой. Сейчас немножко трудно сконцентрироваться. Ознакомиться с европейской интерпретацией современного искусства можно будет в культурном центре «Склад» вплоть до 20 февраля. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Спортивные вести. Международный фестиваль боевых искусств на Кубок Святого Николая Японского прошел в городе Пушкино Московской области. Участие в нем принимали более тысячи спортсменов из России, ДНР и Абхазии в возрасте от 6 до 35 лет. Как сообщает Госкомспорт Республики, наши спортсмены завоевали призовые места. Второе место у Алисы Кварча, третье – у Инала Кварча. Тренирует спортсменов Дэми Садлиба. Международный кубок по шахматам Moscow Open 2016 прошел в Москве. Фестиваль является одним из крупных. По числу участников в мире собирают более 1700 шахматистов из различных стран. Абхазию представляли 10 юных шахматистов, трое из них вошли в двадцатку лучших. Так, в возрастной категории до 9 лет принимало участие 155 спортсменов. 19 место занял Айнар Хурхмал из города Чамчира. В категории до 15 лет соревновались 56 участников. Шестое место занял Даниэль Гаспарян, город Гагра. Седьмое – Ураланда Бегвао, город Сухум. Сразу после программы «День в истории Абхазии» в эфир нашего телеканала выйдет первый выпуск нового проекта «База ТВ» – «Биографический салон». Он посвящен исторической памяти и живым историям людей. Гостем первого телесалона стал Мухаммед Килба, герой Абхазии, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия. В четверг в столице будет переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до 12 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки 6 градусов со знаком «плюс». На этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин